Всем привет, друзья! С вами Спектр. Соскучились по видеороликам по GTA Vice City. Наконец-таки один из них уже вышел прямо сейчас. Итак, друзья, в этом видео я вам расскажу еще про 4 уникальных факта о GTA Vice City, о которых, возможно, вы даже не знали. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знали вы о них или нет. Ну или хотя бы узнали ли вы о каких-то в первый раз действительно. Мне будет приятно почитать комментарии к этому видеоролику. Ставьте пальцы вверх, а также подписывайтесь на канал. А мы с вами потихонечку начинаем. Первый факт связан с игрушкой Sleeping Dogs. Я думаю, многие знают, кто смотрел мое прохождение Sleeping Dogs, о каком факте сейчас пойдет речь. В дополнение год змеи для Sleeping Dogs есть такая миссия, которая называется Разборка в Сохо. Примерно так она называется. Так вот, суть этой миссии в том, что нам необходимо разогнать толпу бунтующих граждан. И самое интересное то, что, возможно, даже одним из самых первых, но меня никто об этом даже никогда не предупреждал, я нашел довольно интересную пасхалку или, скорее всего, плагиат в этой миссии. Так вот, звуки бунтующей толпы здесь представляют из себя звуки бунтующих рабочих из миссии Riot в GTA Vice City. Прямо сейчас я вставлю фрагмент из своего собственного прохождения, где вы сможете мельком услышать эти самые крики. Вы это слышите? Я только что слышал то, что звук толпы был взят из GTA Vice City. Слушайте внимательно. Короче, слышите, да? Чуть-чуть, ну чуть-чуть слышали? Это звук из GTA Vice City был взят, чё, серьёзно? Неплохо так, да? Да, друзья, сходство очевидно. Это 100% крики тех самых бунтующих рабочих из миссии Riot в GTA Vice City. Интересно, зачем, кстати, если Pindox решили поставить эти звуки? Возможно, это действительно была пасхалка. Возможно, у них что-то слетело. И чтобы не переделывать всё в последний момент, они решили просто сплагиатить звуки. Я, конечно, ничего в этом плохого не вижу, но это было достаточно интересно. И хорошо, что я это заметил, потому что, как я уже сказал, никто мне об этом даже не намекал. Так что, возможно, только единицы теперь знают об этом уникальном факте. И те люди, которые посмотрели данный видеоролик, знали об этом факте? Я, если честно, нет. Поэтому это одна из причин, знаете, одна из хороших причин, почему я всё-таки прошёл Sleeping Dogs. Это было действительно клёво, что я обнаружил такую вещь. Итак, друзья, переходим с вами к следующему факту. Второй факт, друзья, связан у нас с вами с небольшим багом или гличем даже в GTA Vice City. Знали вы или нет, что в GTA Vice City можно ездить на уничтоженном транспортном средстве? Я об этом знал ещё давным-давно, где-то в 2006 или 2007 даже году. И на самом деле это всё делается достаточно просто. К сожалению, с чит-кодом, но сейчас я вам всё объясню. На экране вы сейчас видите как раз-таки фрагмент этого видеоролика. Всё, что вам нужно сделать, это сесть в любую машину. И во время того, как будет проигрываться анимация того, как Томми садится в автомобиль, в меню эскейпа вам нужно ввести чит-код Big Bang. Если вам повезёт, то во время анимации того, как Томми садится в автомобиль, машина взорвётся. И Томми Версетти не понесёт никакого урона. Да, это сработает не с первой попытки, но почему бы и не попробовать. Да, кстати, самое интересное то, что от этой машины не будет по идее никакого толка. Да, кстати, скорее всего без чита тоже можно это сделать. Но тут есть ряд маленьких проблем. Первое, вам необходимо будет уничтожить машину самостоятельно. И второе, проигровка этой анимации затянется надолго. Потому что нужно будет именно отмерить то самое время, когда машина взорвётся, и чтобы проигрывалась анимация того, как Томми садится в неё. Но дерзайте. На самом деле, баг довольно классный. Можно поездить в уничтоженном транспортном средстве. Но вот есть только одна проблема. Сохранить это транспортное средство у вас не получится. Да, конечно, возможно, эту машину невозможно будет уже взорвать. Это автология. Sorry. Но, тем не менее, вы знаете, что бывает с автомобилями. Особенно с уничтоженными автомобилями, когда их загоняешь в гараж. Да, они просто чинятся. И поэтому уникальное свойство уничтоженных машин теряется. Да, кстати, и ещё вам маленькая подсказочка. Если машина будет взрываться дважды, то есть после того, как она взорвётся, начнёт опять гореть движок, просто войдите опять же в меню Escape и пропишите чит-код Aspirin. Таким способом вы почините уже уничтоженный автомобиль и защитите его от повторного взрыва, который как раз-таки и убьёт Томми Версетти. А если вы вылезете, то уже не залезете обратно в этот автомобиль. Вы сейчас, наверное, ничего не поняли, что я сказал. Но, если что, попробую как-нибудь такой баг показать. Возможно, даже на стриме покажу. Но, думаю, о нём вы всё-таки догадывались. Может быть, даже знали. Кто-то, возможно, узнал об этом в первый раз. Небольшое разнообразие игры. Переходим с вами к третьему уникальному факту о GTA Vice City. Знали вы или нет, но есть такой чит-код в GTA под названием Fanny Magnet. Это когда все женщины липнут к Томми Версетти. Ну, как сказать липнут. Они просто бегают за ним и могут сесть к нему в машину. Так вот, знали вы или нет, но если посадить эту самую девушку на мотоцикл, затем заехать в море, да так, чтобы на самом-то деле её намочило, да и Томми Версетти. Но, в идеале, в общем, Томми Версетти тоже должен получить небольшой урон. Так вот, после этого, как вы понимаете, девушка будет сидеть на этом самом мотоцикле. Но, так как никто не умеет плавать в GTA Vice City в оригинальной, она утонет. Я думаю, вы уже уловили фишку, что я хочу сказать. Да, эта девушка мертва, но она будет находиться на вашем мотоцикле. Притом, время через время она будет исчезать и будет появляться. Притом, после того, как вы выйдете уже, на самом деле, на песок, как было показано в видеоролике, под вашим мотоциклом будет огромная лужа крови. Но, как я уже сказал, периодически эта самая девушка будет появляться на мотоцикле и периодически будет исчезать. Невозможно предугадать момент, когда она будет появляться, когда исчезать. Кстати, и самое интересное, если вы выстрелите по этой самой девушке, то пули пройдут насквозь неё. То есть, получается, её на мотоцикле как бы нет, но она как бы есть. Это такая девушка Шрёдингера, получается. Довольно интересный и забавный факт. Я о нём узнал относительно недавно. До этого никогда даже это не практиковал. Но, по крайней мере, давно практиковал то, что ни один человек в GTA Vice City в оригинальной точно не умеет плавать. Думаю, вам понравился этот уникальный факт. И мы с вами переходим к последнему факту на сегодняшнем видео. В сегодняшнем видео. Итак, четвёртый факт, о котором я вам хочу рассказать, это город-призрак. На самом деле, я знаю несколько таких гличей, как можно попасть в город-призрак в GTA Vice City. Нет, это не тот самый город-призрак из GTA 3, где происходит начальная катсцена. Это просто неотрендеренный мир, где всё-таки присутствуют какие-то объекты. Их очень мало, поэтому можно сказать, что это город-призрак. Кстати, сразу же вам скажу, город-призрак можно сбросить, зайдя в любое здание. К примеру, особняк Версетти. Ну, это так чисто к слову. Так вот, в чём же заключается глич? В отеле Ocean View есть такой шкаф. Синий, если не ошибаюсь, потому что я прямо сейчас не смотрю на видео, чтобы показать самому себе это. Так вот, там есть такой шкаф, и если вы на него запрыгнете с определённой траекторией, через Shift я это делал, Томми отбросит полностью на крышу отеля Ocean View. Даже не на крышу, знаете, формально его отбросит, как будто бы на следующий этаж, но на самом деле это будет крыша, соответственно, город-призрак. Как вы понимаете. На самом деле, можно выбраться как-то на улицу, но я уже забыл, как это делается, поэтому я просто застрял около отеля Ocean View, из которого, кстати, я смог выбраться и потом повторить этот самый глич. Суть в том, что вас откинет не с первого раза. Конечно, мне повезло на первую попытку, но вот на второе меня постоянно откидывало на вход в комнату Томми Версетти. Да, самое интересное то, что за другими комнатами в отеле Ocean View абсолютно ничего нет, поэтому вы там даже ничего не увидите и ни на что не сможете посмотреть. Однако, через стены вы сможете увидеть некоторое спрятанное оружие, которое, например, находится недалеко. Ну и самое-то интересное то, что в этом городе-призраке действительно можно поездить. Насчет миссии я не знаю, я не пробовал это сделать, однако побегать достаточно неплохо. Если честно, я пробовал еще раз попасть в город-призрак через стрип-клуб Пол Позишн, но, судя по всему, в оригинале GTA Vice City этот баг устранили. Или же я делал что-то не так. В оригинальном видеоролике можно было заехать в стрип-клуб Пол Позишн на мотоцикле, а затем выехать. И так мы оказываемся в городе-призраке. Однако, в оригинальной стимовской версии GTA Vice City этот баг, похоже, устранили. На чем бы вы ни въехали в стрип-клуб Пол Позишн, ваш транспорт пропадает, а Томми Версетти как раз-таки уже стоит пешим в этом самом клубе. Синхронизация кадров в этом плане абсолютно не помогает. Друзья, я надеюсь, вы получили сейчас массу удовольствия от видеоролика. Надеюсь, что вы не знали об этих уникальных фактах GTA Vice City. Дайте мне понять, понравилась ли вам такая тема пальцами вверх. Давайте наберем, ну, примерно 400 лайков, и тогда следующий видеоролик не заставит тебя ждать. Также, друзья, я сейчас же провожу онлайн-трансляции на своем YouTube-канале, то бишь стримы. Стримлю GTA. После очередного стрима по Vice City думаю переходить на какие-то другие. Возможно, по спидранью их, возможно, что-нибудь еще. Так что заглядывайте. Стримы я провожу где-то в 12 или в час дня по московскому времени. А нонс стрима даю за час до начала. Ну, а на этом все. Спасибо большое, что посмотрели этот видеоролик. Чекайте описание, если вам нужна какая-то информация. А также чекайте саму информацию на главной странице моего канала, если хотите добавить меня в соцсеть или посмотреть какие-то интересные ссылки, которые я оставил в профиле YouTube. Всем удачи, всем пока. До новых видеороликов. А, да, сегодня стартовало у меня прохождение игрушки Watch Dogs, поэтому не забудьте посмотреть и положительно оценить. Вот теперь все. С вами был Спектр. Всем пока.